так всем привет приобрел я себе ключик вот такой вот фирмы крафту аналог книпикса компании все инструменты офис этой компании находится у нас тоже в городе ковров ну об этом я знаю а вот кто не знает вот сам штаб этой компании тоже находится в городе ковров они как раз располагаются все менеджер в этом здании которые сзади то есть все звонки которые поступают они поступают вот сюда то есть сам основатель этой фирмы он наш ковровский так что надеюсь этот ключик меня будет радовать только будут положительные эмоции от него все я поехал дальше работать так привезли торговое оборудование попросили присутствовать все надо собрать по местам сразу оставить пока здесь грошечки будут сопроводительного такие таблицы сейчас покажу машина пришла какая так как и месяц вперед дам Все запаковано. Ну, там стоит снабы здесь разбивать. Да, да. Нормально. В общем, сейчас будут таскать, ребята. Палеты разобьют, затаскивать, и надо по местам все расставлять сразу. Должны быть по номерам, по идее, все. Там номера, да? На палетах, да, где-то должны быть номера. Ага. Так, привезли вот такое вот торговое оборудование с Москвы. Вчера тут поприсутствовал, попросили помочь. Немножко помогал при разгрузке. Все было упаковано, забито в эти, в палеты, в обрешетки. Даже водитель вез, который. Вот. Груз опечатали ему. Его служба безопасности проверяла водителя, он рассказывает. Вот. Короче. Ему с той стороны всю историю его жизни рассказали. Вплоть до даже какая у него машина в данный момент сейчас у водителя. Все, говорит, знают. Вот. В общем, привез. Деловые линии запросили за доставку вот этого вот. Около 100 тысяч, мне сказали заказчики. А вот этот водитель через атишку привез за 14 тысяч. Вот. В общем, такая ситуация. Здесь будет кулинария. Здесь вот такие вот плакатики сделали. Столики будут стоять. Можно вон там посидеть. Стулья будут высокие. Перекусить. Здесь, наверное, тоже поставят с видом на дорогу. Таких кафешек в Москве, по-моему, полно. В Питере. Вот. Вот. Ну и вот само торговое оборудование. Сейчас мучаюсь с этой мойкой. Подключаю ее. Вот. Решил подключить ее без гофра на жесткую. В общем. Короче, мне надо вот сюда вот сходить в магазин. Накупить. Не накупить, а взять в долг, скажем так, углов сороковых, всяких разных, по два. Вот. Вот. Как всегда. Сам себя, получается, наказал. Взял мало. И не сходится у меня. В общем. Сейчас пойду в магазин. Тут все рядом. Вот. Посудомойку я подключил. Как бы это просто. А слив с раковины решил заморочиться. Купил вот такой вот сифон. С водяным замком. Все напрямую будет вылетать. Скажем так. Если купить обычное с отстойником. Вот с этим с кругом. То у них будет забиваться постоянно. Они будут мучиться. А тут у них все будет пролетать. Вся грязь. В канашку сразу. Ванна вот такая. Раковина вот такая глубокая. На видео может покажется, что она не глубокая. Но она глубокая. Она вот мне практически до локтя. Где-то сантиметров сорок наверное глубина. Вот. Это промышленная посудомойка. Вот. Мне надо еще подключить вот этот льдогенератор. К нему подключается тоже вход три четверти и слив. Вот. Он по идее должен. А. Вот он здесь да. Должен стоять. Здесь. Так что пойду в магазин. Скажу. Докуплю. И приду уже. Вот что у нас тут творится. Вышел из магазина. Сантехники. На Лепсе. Такие вот пакетики. И вот что тут творится. Прям какая-то буря снежная. Как песчаная буря. Ничего не видно практически. На видео конечно все хорошо. Смотрю я. Но здесь реально. Скажем так страшно. Здесь реально. Триндец. Снежище валит. Снежище валит. Порадовая у нас зима в этом году. Снегом. Пойдем поможем коллеге. Пойдем. 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 Давай я тебе толкну помогу. Открой только багажник. Чтоб я тебя не проломил в двери. А то меня ребенок толкал, вон моя машина стоит Мне кажется, ну открой дверь, а то он мне в дверь толкал Потом выгнулась назад Давай, проскачку Еще раз Спасибо Пожалуйста Я так же на жигулях как-то застрял, меня вытолкали Спасибо Пожалуйста Водитель-водитель должен помогать Помогли коллеги Плюс к арме заработали Так, теперь можно поработать Рено Докер Стоит один, мучается Собираем инструмент Идем Что я тут минуту потратил на это Сбираем инструмент Утас Продолжение следует... 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 этот вот четверка стоит 4000 рублей фирма леберка ставьте на паузу кому интересно так ну и собственно сам смесительный узел стараюсь в основном такие ставить валтеп комби микс собственно сам коллектор фирма мвй мвй естественно это китай мвй кто не знал валтеп тоже китай купил я его без расхода меров евроконусы вот такие вот купил подстыковывать трубу 16 суда коллектора угловые экраны вот такие вот взял валтековский здесь на валтеке резьба дюйм вот мы вот так вот делаем чтобы скажем так не подматывать не покупать футорку покупаем обычную радиаторную пробку она увидите беленькая красивенькая сразу дюйм на три четверти здесь уже резинка стоит то есть заморачиваться с подмоткой здесь не надо то есть одна пробка и 2 вот потом коллектор значит второй кран коллектор значит коллектор уже со встроенным воздухотводчиком и с дренажным краном но с этой стороны тоже дюймовый выход и надо глушить здесь комплекте ничего не было и я отдельно докупил две правые глухие пробки радиаторные тоже с резинками стоит она ну по моему 35 рублей такая вот пробка так что вот такой вот у меня будет объект делать я его буду недели три потому что заказчик захотел такой пол почти что в каждой комнате здесь будет теплый пол здесь здесь в санузле в этом коридорчике будет теплый пол в гардеробной теплого пола не будет вот сюда вот я размещу коллекторный шкаф для теплого пола его в стенку за за штрубин так теплый пол в основном коридоре вот здесь будет в этом санузле теплый пол будет здесь вот в комнате тоже теплый пол вот радиаторы будут оставаться единственная я их вот эту вот подводку все переделаю уберу в стены кран естественно развернется вот так вот и муфта сразу будет уходить в стенку наверное скорее всего так и сделаю что вот эту часть чтобы муфта здесь не торчало вот здесь вот хромированным хромированным удлинителем сделаю до стены и чашечки поставлю сюда сразу и подключение сделаю односторонние боковое то есть не как там диагоналка с этой стороны все будет и вот этот вот кран заменил от застройки здесь видите стоит в афекс беру их не будет тут так и здесь сделано это вот в гофрах идут это провода к розеткам конечно неудобно немножко мешаться будут укладывать теплоизоляцию здесь буду вложить экструдированный пенополистирол тройку вот придется делать в пенопласте эти прорези сделаю на паяльник насадку такой из пластинки и буду ей в этом пенопласте выбирать борозды вот эти радиаторы тоже здесь останутся только попросили их сместить ближе сюда вот и поменять местами этот поставить сюда а этот сюда потому что кухонный гарнитур будет вот аж до этого места до этого места и он будет вот сюда вот уходить тут часть вот этой тумбы сломает балкон он тоже хочет сделать отапливаемый там два радиатора будут стоять один там и 11 11 вот здесь вот попросили вам написано 4 секции на угловой стене потом от застройщика здесь этих окон не было он смотрите как там соседней квартире и мне придется дымоход тоже переделывать вот вот как в той квартире сделано видите торчит отдельно воздухозаборная труба сэндвич панели здесь об этом заказчик не знал вот что надо вставлять сэндвич панель но вот это расстояние сюда труба как раз поместится восьмидесятка вот до этой черточки как раз 8 сантиметров то есть вплотную к этой стене будет труба восьмидесятка прижата и потом вот эту стенку будут утеплять сказали на пластом это вот только вчера все вскрылось я им сказал то есть дымоход я буду тут переделывать сейчас он как как себя уработает забор воздуха из помещения тоже то есть вот этого открытого вот так как это все закрыли сейчас ему воздух брать не откуда единственное застройщик вот оставил вот такие вот щели но это понятно но заделается стена будет утепляться эта стена будет утепляться вот это вот сосед соседей и вот эти вот все утепляться будут воздух убраться будет нет ниоткуда для котла и придется на котел ставить разделить на адаптер так что такая вот ситуация здесь тоже застройщик поставил приточный клапана но теперь он здесь не у места потому что оттуда воздуха браться ниоткуда там теперь стекла стоят его по идее надо переставлять либо туда ставить свой туда свой ставить а этот остается здесь потому что тот откуда должен тянуть тоже а там получается все закрыто да надо по идее свой ставить на эту колонну что ли отпускать сами думают заказчики так что вот такой вот у меня объект видео уже покажу по итогу как все сделаю как я и говорю здесь все получится не быстро то есть как я всем говорю хорошо быстро не бывает под котлом обвязку я естественно переделаю переделаю на свой вариант переделаю здесь сейчас вот так вот сделано накидными гайками переделываю на свой вариант латунными углами здесь на обратке будет через два запорных крана по обвязке вот этого котла у меня есть отдельное видео я ссылку оставлю на другом видео я хочу поделиться своим опытом как я обвязываю котлой протерм протерм это в частности протерм ягуар котел ставлю обязательно значит стабилизатор напряжения отдаю предпочтение стабилизатором теплоком ставлю на газ обязательно электрический изолятор чтобы потенциал не шел с газовой трубы и как вот обвязываю я здесь под котлом значит у меня здесь фильтр помещается в горизонте в горизонте главное если так делать так делать главное чтобы вот отсюда от стены до центра резьбы котла было 13 сантиметров если 13 сантиметров здесь есть то у вас все получится 13 сантиметров есть на котле протерм от ягуар протерм гепард на котлах бакси луна 3 луна 3 комфорт такое же расстояние на бакси экофорах там меньше расстояние вот сюда помещается валтековский фильтр ваттонные углы трехчетвертное составлю три четверти три четверти на обратке я ставлю перед фильтром кран запорный и на выходе перекрываю эти два крана минимальное количество воды чистите грязевик все собрано на наэробный герметик без подмотки без геморроя вот подача тоже также сверху стоят вот здесь вот это накидные гайки от водосчетчика полдюймового то есть полдюймов 3 четверти здесь стоит футерка 3 четверти на полдюймовый переход внешне это вот так вот все выглядит то есть если делать такой же вариант главное чтобы здесь было от стены 13 сантиметров до центра кран здесь на обратке здесь чтобы чистить грязевик было удобнее и минимальное количество воды накидные гайки от водосчетчика здесь обязательно накидную гайку надо ставить никакие не американки здесь ставится все под накидную гайку шосс vier brackets категорически нежелательно потому что на некоторых котлах здесь резьбу вообще три витка здесь вот она на обратке 3 витка на подаче то она побольше подача на побольше он видぁ она Savanta большая но как-то умудряется накрутить сюда нитку танги то него здесь сделано накидной гайки даже леток каталог отскомплекте прокладочки частности в котлах идут с артомами здесь накидная гайка и здесь кран с американкой то есть у меня можно здесь скинуть и здесь, и целиком вот этот узел снять. Здесь то же самое. Скидывается здесь, скидывается здесь, и вот этот вот целиком можно снять. Все прижато к стене. Это котел фирмы Протерн, только он называется Лунгс. Это тот же котел розничный, что и Ягуар, только у Лунгсы в розницу не купить их. Они идут тендерные поставки, вот для таких домов, для застройщиков. А так это в точности тот же самый Ягуар. Ягуар, еще у него название одно есть, Рысь и вот Гунгс. Здесь вот как раз вот это вот расстояние позволяет мне сделать все латунными углами. Тоже вот интересное решение от застройщика, от газовиков. Выход резьбы с котла газа три четверти. Поставили сюда переход с три четверти на полдюйма, шланг полдюймовый. Здесь вот эта труба трехчетвертная. Варили переход на полдюйма, и все это поставит полдюйма. Не знаю почему они вот так вот сделали, не трехчетвертные. Даже вот коснись себя, когда у мамы менял котел, заставили менять участок газопровода три метра трубы. Сказали, к напольному котлу идет полдюймовая труба. У вас теперь настенный, резьба три четверти газа. Надо перемонтаж делать. Ладно, делайте. Естественно, это все деньги. А здесь вот сделали полдюйма, значит можно. Так что такая ситуация. Трубы я здесь демонтировал все трубы. Радиатор тоже снял, потому что вот эта тумба будет ломаться, балкон хотят объединить, будет жилая зона вообще. Крепешки я повыкручивал из пола. Такие вот были. Со стены тоже все повыкручивал. Короче, здесь нужно было подчищать все это. Подчищать и капитальную уборку делать с пылесосом. Тут мелкого мусора очень много осталось. Ну вот это вот, допустим, этого не должно быть. Так что так, с этой комнатой я разделался. Сейчас перехожу отсюда. Это последний радиатор здесь. Так что сейчас здесь буду делать. Короче, сейчас снизу приходили. То, что я воду нагревал. Она у них там не в стыках течет плит, а течет через просверленное отверстие под дюбель. Здесь, в принципе, не так много воды. Где-то в этом месте она у них капает. Капает. Не такое уж большое количество воды. Сейчас покажем. Это я заказчику покажу. Вот здесь вот через это отверстие в нижней квартире капает вода. Вот. что вот так. Видеоотчет ему. Такая вот ерунда. Квартира абсолютно пустая. Здесь ничего нет. Ни ведра. Куда ее, эту воду? Короче, мне сейчас это ведро дали ребята с нижней квартиры. С нижней квартиры. Спасибо им большое. Отделочники ребята хорошие. Даже, по-моему, некоторых я знаю. В общем, сейчас ведро буду с оставшихся квартир, ой, с оставшихся комнат собирать воду. То есть, вот здесь надо снимать радиатор, блядь, трындец. Вот эту вот всю магистраль демонтировать. Жесть. Уже нет вот так вот. Нет здесь такого большого количества воды. Сейчас я это все размету. Откуда она тут могла затечь? Что за плиты такие дурявые? Дурявые. Ну, они вот с трещинами какие-то даже. Хорошо, вот так. Вот, сейчас эти. Поотворачиваю. Вот там он. Так, это снял. Так, пойдемте вниз сходим за одну воду, он ковылью. Заходи. Можно у вас воду вылить? У вас, наверное, унитаз есть. Да, выливают. Проблем. Я сейчас вот эту ветку буду срезать, как раз вот эту вот. Пришел за одну посмотреть. Здесь поменьше. Здесь поменьше. Здесь поменьше. А они вот, вдоль стены вот эту вот. Сейчас я уже ведро буду подставлять. Ага. Мы сливали, мы сливали, мы сжимодали секции здесь. Ага. Мы сливали, мы сливали, мы обрезали. Потому что, когда клютону посол, под клютону, в длину ехать, посол. Но с них не гель. Лежа, лежа вот так вот и резим. Не осталось ни гера. Как тайги. Не, с радиаторов я слил, но сейчас осталось трубы. А, ну трубы там нет. Не должно. Трубы. Ну вот трубы ловите. У тебя еще и стяг нет. Прошла бы стяг. Может быть, наверное, протекла. Пусть сразу дырки летят, и все вытекает. А, здесь тоже ничего нету. Ясно. Здесь потолков пока нет. И тут тоже нету. Ладно. Ну все, все равно буду ловить. Ага, понял. Спасибо. Отель. В ведро. В ведро. В общем, ребята хорошие. В тех комнатах там пустые плиты. Пустые плиты. Только вот в той комнате получается. В той комнате был потолок сделан. И то в том месте, где я здесь пролил мимо. Там у них пустое место. Ничего нету. Так что... Блин. Немножко другая планировка снизу. Кстати, там снизу котел в этой комнате оставили. Сейчас этот обрезаю трубы и сливаю в воду в ведро. Так, где тут интересные муфты соединительные? Наверное, вот они. Да. Сейчас прям здесь отрежу. Сейчас прям здесь отрежу. Ребята, кстати, знакомые. Не знаю. Ну, Ковров город маленький. Знакомые. По именам не знаю, но... Лица знакомые. Так. Так. Чумадам. И... Поехали все взять. Ну, так как у них здесь в этих комнатах потолков еще нету, просто плиты даже не пошпаклеванной, буду прям так срезать трубы. Вот. И... Моя задача, вот эти два радиатора, повесить временно сегодня еще вот на эту стенку. То есть, по возможности вот эти вот трубки использовать, чтобы минимально по материалу здесь ушло. Это временная схема отопления будет, чтобы там было тепло везде. Так что вот так. Срезаю и смотрим. Так. Трубы я здесь демонтировал. Демонтировал. Сейчас вот сюда эти два радиатора повешу. Ну и... Все, наверное, на этом. На этом у меня нару идет не меньше часа. Вот. Заполню их водой и запущу котел. Так что вот так. Уже, наверное, вот это покажу по факту, как сделал. Даже трубы крепить к стене не буду. Прям так в подвешенном состоянии. Все равно временная схема. так, по итогу здесь, значит, вот нужен один новый угол, двадцатый. Здесь я вот этот вот высверлю разверткой своей и подпаяюсь. Пусть не нужен один угол. Здесь все сходится. Здесь подача тоже. И вот здесь вот надо два угла новых. Двадцать пять девяносто. И вот здесь. Сейчас пойду схожу, принесу из машины и этот высверлю. Сейчас я буду высверливать и покажу вам, как я высверливаю. Высверливаю из уголков, из тройников. Вот. Остатки там труду впаянных. С помощью вот такой вот фрезы. У меня по этой фрезе есть отдельное видео. Вот. Так там я в видео говорю, что я на объекте высверливаю. Уголки держу. Либо ключами газовыми, либо вот как сейчас ногой нажму. Вот. Один там умник написал. Вот. В гараже это я делал в тисках. Зажимал уголок. Высверливал. Ну там фитинги. Вот. Умник. Диванный эксперт. Что в тисках каждый сможет. А ты попробуй на объекте. Так я говорю, что я на объектах либо в газовый ключ зажимаю. Либо вот сейчас как ногой зажимаю. Ну в общем. Диванный эксперт. Рулит. Так. Перчаточки. Без перчаток не могу уже работать. Здесь немного пыльные. Рулит. 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 Сверлим. Рулит. Уже без нее дальше. Рулит. вот так вот получилось сейчас я ножом краешек вот этот вот почищу и все будет идеально хорошо и оттуда вам вытащу там колечко осталось колечко это вытаскиваю вот здесь зачищая все идеально ровный фитинг на ускоренном вот это все пропаяю так сейчас заполняю эти два радиатора водой спускаю воздух помогая мне вот в этом вот такой вот ключик я в 2019 году на акватерме на стенде вайланд там у них был квест вот я набрал 10 баллов там надо было ходить по стенду вайланта и искать отгадки скажем так ну кто был знает наверное и я вот выбрал ключик вот этот вот и футболку с логотипом вайланд так что ключик мне помогает ключик ключик с зайцем так открываем 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 блин котел конечно задрали очень высоко я метр семьдесят шесть ростом и вот он почти что на такой же высоте низ котла охренеть наверное на метр семьдесят опова подняли его так ладно ждем когда вода придет закрыть радиатор был так открыть 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 все 1 и 3 1 и 4 5 6 закрыть пока придет вода сюда пока не хочет в общем начинает перед перед укладкой экструдирована пенополистирола здесь придется вот это вот все сбивать это сбивать принципе видите да стены по штукатуре на звездком раствором ковыряется вот даже шестигранником то есть по идее только начни и он вся стена падет ну так она и есть такая штукатурка застройщика замечательная цемента там не было называется вот так вот это вот почистим все пылесосом соберем вот это вот и уже на обеспилен на обеспыленную поверхность будем уложить на пост так закрываем только здесь что открыто так кран подпитки закрываю закрыта и там надо закрыть кран он был закрыт все закрутил в общем вот так вот по итогу временная схема для отопления всей вот этой вот квартиры здесь квартира ну-ка около 90 квадратов не больше так что вот такие вот такие вот были мои будни кому понравилось видео ставим палец вверх кто не подписан обязательно подписывайся что не пропустить следующие интересное видео моим всем удачи до свидания будьте добрее застройщик короче сэкономил на холодную воду поставил трубу тонкостенная увидишь отличие слева труба тонкая тонкостенная а справа толстая то есть вот эта труба по n10 а это по n20 здесь как и написано но она идет только для холодной воды вот так здесь и написано так 10 бар 10 бар температура 20 градусов допустимая а то что она тонкостенная уже здесь не пишут раньше писали а сейчас уже не пишут но ее визуально видно что она тонкая в общем тут все кучно откуда-то увозить